Я проиграл все деньги в букмекерской конторе. Ненавижу себя, подаваю в суд. Эта записка единственное, что оставил после себя менеджер турагентства Иван Дегтярёв. Забрал деньги, внесённые клиентами за туры, почти 600 тысяч, и проиграл на ставках. Тур в Тунис, в Турцию, в Арабские Эмираты 170 тысяч. В агентстве Иван проработал около месяца, подозрений не вызывал. Огромную сумму проиграл всего за пару дней, поэтому многие туристы ещё даже не в курсе, что их деньги поставили на футбольные матчи. В любом случае туристам будет компенсирована сумма их потраченных денежных средств, либо приобретены туры в соответствии с заявками. В конце записки Иван оставил телефон, правда не свой, мамы. Она живёт в подмосковном Краснознаменске, недавно сама открыла турагентство. Это мой сын, Иван. Лариса Кудряшова рассказывает, проблемы с азартными играми у Ивана уже четвёртый год. Нынешний проигрыш не рекордный. Потратил, ну, 5 миллионов проиграл точно. Мы проиграли бабушкину квартиру в Нарофоминске, продали. Вот, я брала кредиты, работая на двух, на трёх работах. То есть, ну, в настоящий момент ситуация такая, что я просто уже не справляюсь. Как отдать новый долг, Лариса не знает. Взять сына к себе в агентство, чтобы отработал, боится по понятным причинам. Букмекерская контора, где играл Иван, конечно, осудила факт, что он потратил чужие деньги, но не более. Минфин сейчас разрабатывает законопроект, который будет позволять игрокам, которые не могут справиться со своим азартом, в букмекерских конторах, внести себя в соответствующий список и таким образом устраниться от игры. Игрок может себя ограничить по времени нахождения в клубе, по сумме ставки. Психологи уверены, так смогут единицы. Тягу к азартным играм сегодня приравнивают к наркомании. Возможно, временное воздержание, возможно, какая-то ремиссия, так называемый эффект плато, когда человек ставит чуть-чуть. Это иллюзия контроля. На самом деле зависимость сильнее, тут нужна, конечно, помощь специалистов. По заверениям матери, Иван прячется где-то в Краснознаменске, отключил телефон и не выходит из дома. Его уже разыскивают полицейские. Если он быстро не вернет деньги, ему грозит суд и, вполне возможно, тюремный срок.